Чтобы не ошибиться с распределением цвета, дизайнеры советуют воспользоваться простым классическим приемом 60-30-10. Это значит, что основной цвет должен занять 60%, дополнительно еще 30%, оставшиеся 10%, третий цвет уйдет на акценты. В процентном отношении акценты занимают самую малую часть интерьера, при этом роль у них едва ли не основная. Это самые яркие пятна, без них интерьер будет пустым и скучным. Как правило, акцент, вещь такая, которую надо легко заменить при необходимости, это все-таки вазы, какие-то элементы скатерти, шторы, текстиль, конечно, подушки. Именно с выбора цветовых акцентов дизайнер советует начинать создание интерьера. Все остальное – цвет стен, потолка, пола, только фон. Он может быть с рисунком, но с однотонным работать проще. К тому же на нейтральном фоне вот эти все мелкие яркие детали очень хочется рассматривать, и хочется трогать, хочется изучать, если они действительно интересные. Какой цвет выбрать – дело вкуса. Мода, конечно, существует, но и дом – слишком личное пространство. Так что в первую очередь стоит прислушиваться не к веяниям моды, а к собственным предпочтениям. И еще работа с цветом – дело сложное. Чтобы не ошибиться, соблюдайте простое правило. Важно вживую собрать кусочки. Кусочек плитки, кусочек, допустим, наличника от дверей. И вот эти текстуры смотреть всегда вживую. Итак, для создания уравновешенного интерьера используйте три основных цвета. Самый яркий из них – акцентный. Оставшиеся два более нейтральные – это фон. Чтобы не ошибиться, подбирайте цвета вживую, прикладывая друг к другу выбранные кусочки материалов. Выбирайте с умом – получайте удовольствие.